Под звук молотков прошел 13-й фестиваль «Огни Гефеста». В этом году его посетили 40 кузнецов из 16 территорий. Москва, Ижевск, Рыбинск были гости из Украины. Кто-то приехал первый раз, а вот Михаил из Челябинска уже второй раз в Соликамске. В Соликамске я уже не первый раз посетить решил, потому что здесь душевный фестиваль. Довольно-таки душевный фестиваль. Особенные люди. А чем они особенные? Я не могу объяснить. Просто чувства такие. Один из самых душевных фестивалей здесь. Михаил уже более 10 лет создает оружие при помощи молотков, наковальни и своего мастерства. Приобщилась к труду кузнеца и я, насколько смогла. Мне выдали фартук, маленький молоточек и мы приступили к делу, пока железо было горячо. В этом деле важна точность попадания, температура, материала и сила, ну и разумеется опыт. Поэтому большую часть работы Михаил сделал без меня, а делали мы кольцо. Вот такую красоту мне сделал Михаил из Челябинска. Это колечко оказалось, было несложно в принципе его сделать, ну по крайней мере, как я наблюдала, да, со стороны. И самое интересное, оно подошло мне сразу же и по размеру. Надевайте. Вот такая красота. Вот что значит умелые руки мужчины. Кольцо – это самое обычное, что могут выковать кузнецы. Обложки для книг, животные, оружие, подсвечники – все это и не только гости фестиваля могли увидеть, потрогать и сфотографировать на память. Территория сользавода во время фестиваля «Огни Гефеста» наполнена различными коваными изделиями. Причем у каждого почти предмета есть своя история или легенда. Так вот у этих ворот существует такое поверье, что если встать сюда и дернуть за веревочку, то обязательно исполнится самое заветное желание. Огни Гефеста не ограничились лишь кузнечным делом. На большой территории сользавода работали различные площадки, проходили экскурсии, развлечения были на весь вкус и цвет. Первый раз вообще посетили Огни Гефеста? Нет, я почти каждый год посещаю с женой. Она сейчас ходит, смотрит вон. По рядам ходит. По рядам ходит. Да, я пошел послушать песни. Кузнецов-то видела? Видела. Что они там делают? Как тебе их работы? Нормально, красиво. А что хотела бы сама сделать? Монеты, наверное. Первый раз на Огня Гефеста? Первый. Почему столько времени не приходила сюда? Как-то не знала об этом. Об этот раз откуда узнала? В социальной сети. Понятно. Ну что, уже все посмотрела здесь? Нет, еще гулять и гулять. Скажи, Кузнецов-то видела? Видела. Как тебе, что, вот работы там у них? Замуж хочу за них. Почему? Ну, такие мужчины. Кстати, на сользаводе 3 и 4 августа были не только мужчины-кузнецы, но и мужчины-повара. Ведь совместно с Огнями Гефеста проходил и фестиваль при Камской кухне. Добавим, этот фестиваль еще пройдет и в День города. Более подробно в наших сюжетах мы вам обязательно расскажем об этом событии. А пока вернемся к кузнецам. На протяжении двух дней 40 кузнецов показывали свое мастерство, делились опытом между собой и устроили настоящее зрелище жителям и гостям города. Огни Гефеста, как и полагается, прошли с жаром и огоньком. Надеемся, что 13-й фестиваль кузнечного мастерства в Соликамске не станет последним. Евгения Константинова, Дмитрий Солдатов, телекомпания Сольтовая.